Холодная сырая погода не пугает. Нервы на пределе, силы уже не те. Сегодня пенсионерка Ольга Шингальс, как и остальные дольщики, вновь пришла на пикет. Три года эти люди – заложники злосчастного долгостроя. Куда наши деньги ушли? Я внесла все деньги сюда. Полностью рассчиталась. И три года жду. И каждый раз обещает, 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 но пока ничего не вижу. Застройщик обещал сдать объект еще в сентябре 2017. Сроки передвигались несколько раз, а иногда стройка и вовсе останавливалась. Пока люди ютятся на съемных квартирах, у некоторых на оплату временного жилья уже просто нет денег. А тут еще и пандемия подкосила семейный бюджет. Мотаться с вещами я уже несколько сменила мест жительств. И сейчас опять в очередной раз у меня квартиру надо освободить. И мне, как говорится, хоть плачь, но мне нужно жилье. Я не знаю даже, кто нам, как говорится, Господь Бог только может помочь. Дом с нехорошей историей уже известный в городе объект. По мнению дольщиков, перестать долгострою быть таковым мешают судебные приставы. Они накладывают арест на имущество застройщика, после чего получают предписание его отменить. И снова арестовывают и так по кругу. Квартиры нет и перспектив вообще не вырисовывается. То есть по факту мы бьем во все колокола. Нам администрация помочь не может, отказывается, откровенно говорит, что мы в принципе не можем решить эту ситуацию с тем, что приостановлено финансирование объекта судебными приставами. Когда, наконец, люди смогут встретить долгожданное новоселье, мы вновь решили узнать у застройщика. Следующим этапом внутренней работы по четвертому подъезду и реальная сдача возможна в течение двух месяцев. Вот сейчас мы закрываем контраблагоустройство и доделаем отставки инженерной сети в четвертом подъезде. Однако дольщики уверены, что все работы – это показуха. Это видео они сняли сразу после завершения пикета. Рабочих осталось ровно два человека и один человек в тракторе. Даже каменщики убежали. Люди неоднократно обращались за помощью к местным властям, но безуспешно. Поэтому отчаявшиеся дольщики решили попросить о помощи главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Через него они надеются достучаться до президента страны. Письма, которые отправляли лично Путину, до адресата не доходят. Люди уверены их перехватывают. А Кадыров с Путиным – единомышленники. Уважаемый Рамзан Матович, мы, жители России, видим, как вы цените и развиваете семейные ценности. Мы, жители Барнаула, представляем сотни семей России, которые призывают вас помочь нам получить оплаченное нами жилье. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком.